Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст». Сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, что 2019 год — это не только юбилей Казанского федерального университета, который отмечает свой 215-летний день рождения, но и полувековой юбилей Камского автогиганта. Примечательно то, что в рамках празднования юбилея КамАЗ посетил сам президент России Владимир Путин. Торжественное вручение премии медали имени великого математика ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского состоялось канадскому математику Даниэлю Вайсу по решению международного научного жюри. Вручение прошло в цикле мероприятий 215-летнего юбилея университета. Форум «Астрономия и мировое наследие» прошел в Казани 3 декабря. Здесь обсуждались вопросы включения в список ЮНЕСКО обсерватории Казанского федерального университета. Товарищеский хоккейный матч в честь юбилея Казанского университета прошел между командами КФУ и Акбарсбанка. Команды Казанский, Юлбарс и Гагарин схлестнулись на льду не на шутку. Итак, Владимир Путин прибыл 13 декабря на КАМАЗ в рамках празднования полувекового юбилея Камского автогиганта. В ходе диалога с рабочими завода возник вопрос создания технического вуза в набережных Челнах в связи с отъездом из города молодых людей в другие более крупные города. На что президент заметил, что это странный для него вопрос, поскольку с КАМАЗом на сегодня весьма успешно сотрудничают два университета – Казанский федеральный университет и КНИТУ КАИ. Владимир Путин при этом отметил, что всю линейку набора специальностей именно вот в городе Набережные Челны трудно себе представить, и что все, что нужно в этом смысле, уже в городе есть. Другое дело, что, возможно, нужно больше уделять внимание инфраструктурному развитию для молодых. То есть нужно рассматривать вопрос комплексно. Более подробно о диалоге рабочих с президентом России и рабочими КАМАЗа, а также о сотрудничестве Казанского федерального университета и автогиганта смотрите в нашем репортаже. 2019 год юбилейный не только для Казанского федерального университета, но и для крупнейшего автогиганта России КАМАЗа. 13 декабря КАМАЗ отмечал свой 50-летний рубеж. Вне сомнения, появление и развитие автогиганта в Татарстане кардинально изменило социально-экономический ландшафт республики. Можно сказать, что это практически возродило в новом современном урбанизированном качестве небольшой городок Набережные Челны. На сегодня Набережные Челны являются фактически вторым по численности городом после Казани. Особую значимость юбилея КАМАЗа привнес визит президента России Владимира Путина. Недолгое пребывание Путина в Челнах началось с экскурсии по заводам КАМАЗа. Здесь состоялся весьма любопытный диалог президента с рабочими автогиганта. У нас есть проблема. В нашем городе отсутствуют высшие инженерные учебные заведения. И наши молодые юноши после окончания школы училищ покидают наши города и не возвращаются. И вот у нас есть молодой специалист, чемпион. Я работаю в научно-техническом центре КАМАЗа. После технического колледжа все мои друзья и все мои знакомые уезжают из нашего города. Владимир Владимирович, я бы хотел обратиться к вам с такой просьбой построить или создать в нашем городе университет, инженерный вуз для обучения дальнейшего поколения. Да. Послушайте, это несколько странный для меня вопрос. И по основке вопроса странность. Сейчас скажу почему. Во-первых, у вас есть очень хороший педагогический институт. Он реально хороший на такого общенационального качества, уровня и качества. Во-вторых, у вас по поводу инженерных, есть, по-моему, два филиала, минимум. Это казанский, или сейчас называется, приложенный федеральный университет. И институт исследовательский имени Туполева. И другое, и другое, это очень хорошее учебное заведение. Не знаю, какой из них, по-моему, оба вот этих технических. Они оба сотрудничают с КАМАЗом. Причем сотрудничают хорошо. Разработки совместные, высокотехнологичные разработки, нужные для предприятия, вообще для страны. Мне казалось, ну, душа казалось. Мне кажется, что, в принципе, это вот то, что нужно для такого города, как мы обращаем. Но, в принципе, если вы считаете, что чего-то недостаточно, который поговорит с институтом республики, соответственно, с нашими ведомствами, еще раз проанализируем. Но это очень хорошее учебное заведение. Они реально качественные. И с этим можно гордиться. Но поскольку дополнительно. Но ведь люди едут не потому, что им невозможно получить качественное образование. Я думаю, здесь, ну, во-первых, всего набора всех специальностей, она, конечно, вряд ли, возможно, создать. Для этого есть, ну, понимаешь, Казань, я не знаю, Новосибирск, Петербург, Москва. Это правда. Потому что всего набора здесь трудно себе представить. Но то, что нужно для региона, здесь есть. Значит, значит, потом нужно больше внимания уделять развитию инфраструктуры, особенно для молодых людей, социальной инфраструктуры. Это же в комплексе. Когда человек выбирает, где жить, он смотрит на ситуацию в комплексе, где учиться, где работать потом, где будут дети потом учиться, как жить. Надо сказать, еще в советские времена был основан в 1980 году на базе Общетехнического факультета Казанского инженерно-строительного института Камский политехнический институт. После распада СССР в 90-е он стал уже Камской государственной инженерно-экономической академией. В 2013 году инженерно-экономическая академия вошла в состав Казанского федерального университета. Мы очень много работаем с КамАЗом. Это и подготовка инженерных кадров. Каждый год больше 100 студентов остается на КамАЗе после окончания нашего института. Более того, мы с 2014 года осуществляем так называемую целевую программу. Это когда студенты после второго курса отбираются КамАЗом для себя. И 34 курс, они учатся параллельно, учатся у нас полдня и полдня работают в НТС КамАЗе. Это очень интересная такая форма взаимодействия. И, во-первых, это стопроцентная закрепляемость этих людей. Их немного, порядка 35 человек каждый год мы набираем. Но самое главное, это, конечно, то, что это ребята, мы их называем элиты. Они знают гораздо больше, потому что и топ-менеджмент КамАЗа по субботам им читает лекции, для того, чтобы они потом быстрее адаптировались на производство. Напомним, что Казанский университет совместно с автогигантом разработал беспилотный грузовик, который во время открытия Крымского моста проехал по абсолютно новому сооружению, связавшему полуостров с Краснодарским краем. Мы создаем беспилотный КамАЗ для логистических перевозок, для карьерных перевозок. Спасибо КамАЗу, что он эти работы нам дает. И здесь очень хорошее сотрудничество у нас. Почему? Потому что мы занимаемся еще и своим делом основным. Это обучение кадров, подготовка специалистов. Потому что главная задача, которая стоит, это создать работоспособный коллектив на КамАЗе, который мог бы решать задачи к построению таких систем. Они сейчас их могут делать и создают. С этой точки зрения наша работа была еще расширена. И вот в декабре прошлого года мы открыли совместный центр КамАЗ-КФУ. Он в большей степени создан для создания инфраструктуры беспилотных автомобилей. В частности, стоят задачи создания полигона для испытания беспилотных автомобилей, для создания различного рода приложений, которые будут использоваться, помощи водителям, которые будут использоваться водителями больших грузов. В конце 2018 года состоялось открытие совместного с КамАЗом инжинирингового центра на базе инженерного института КФУ. И вот теперь получается, что даже виртуальные проектирования, которые мы сегодня используем, там все современные прикладные пакеты расчетов, виртуальных испытаний, это все переходит в область науки. Потому что процессы настолько сложные считают. И вот когда Лешат Равкадыч там поддался на мои, как бы, задружеские давления и стал классический университет разворачивать в сторону решения инженерных задач, это оказывается очень востребовано сегодня. Потому что наши инженерные задачи даже из предкладной науки уже переходят в более высокий уровень. Те процессы, которые нужно понять, осмыслить в разработке современной техники, они уже точно как довольно сложные, серьезные научные задачи решаются. Вот и здесь вместо Казанского университета меня радует, что они развернулись и пошли в сторону более тесных контактов с промышленностью. На днях президента России Владимир Путин побывал в набережных Челнах, где принял участие в торжествах по случаю 50-летия КАМАЗа. Сценарий подобных визитов давно устаканился и включает в себя обязательный пункт, ради которого, собственно, весь визит дорогого гостя и затевался. Просьба о помощи и поддержке материального характера. Вот и КАМАЗовцы не стали ломать, сложився ход вещей. Выкатили две просьбы. Запросили 50 миллиардов рублей на развитие предприятия и попросили профинансировать организацию в набережных Челнах технического ВУЗа, который стал бы ковать инженерные кадры для КАМАЗа и других машиностроительных предприятий Закамской зоны. Если по первому пункту вопросов больших нет, КАМАЗ действительно остро нуждается в этих миллиардах, в первую очередь для погашения задолженности перед банками, для продолжения кредитования, то просьба с ВУЗом, особенно та настойчивость, с какой она звучала, оказалась неожиданной. Эта просьба напрямую касается Казанский федеральный университет, точнее его набережный Челнадинский филиал, который и сегодня выполняет задачи по ковке ИТР для КАМАЗа. Президенту предложили два сценария организации такого ВУЗа. Первый озвучил гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Он предполагает накачку федеральными ресурсами уже существующий Челнадинский филиал КФУ. Второй сценарий более амбициозный и более затратный. Его предложил глава корпорации Ростех Сергей Чемизов. Он вообще предложил организовать в Челнах филиал Московского физико-технического института, знаменитого МФТИ. Разумеется, реализация второго сценария с МФТИ при всей фантастичности и дороговизне обессмыслить само существование Челнадинского филиала КФУ. Есть предположение, что Кагогин и Чемизов разыграли перед президентом старую уловку про злого и доброго следателя, где Чемизов выступил в роли злого, и вся его идея с МФТИ в Челнах была озвучена лишь для того, чтобы был дан зеленый свет другому, менее затратному проекту, усилению уже имеющегося в городе филиала КФУ. Можно предположить, что с прицелом на то, чтобы в будущем взять филиал под контроль КАМАЗа, иначе объяснить такую настойчивость в деле создания своего ВУЗа сложно. Собственно, сам президент был удивлен и вполне резонно заметил, что кадры ИТР КАМАЗа можно найти и в КФУ, и в КАИ. Впрочем, за скобками визита Владимира Путина на КАМАЗ остался главный вопрос, как поможет дополнительное финансирование технического ВУЗа в Челнах решить ту проблему, ради которой вся эта история затевалась, ради того, чтобы челнинская молодежь перестала уезжать из родного города и захотела работать на КАМАЗе. И эта история напоминает старый рекламный ролик 90-х годов про Банк Империал, когда царь Александр II обходил сады зимние и увидел, как сторожа обстригает крылья живущим там лебедям со словами «Иначе они улетят». А что царь резонно заметил, кормите лучше, они не улетят. Возможно, подобная ситуация связана как раз с проблемами кадров на КАМАЗе. Кормить лучше и к вам потянутся. Торжественное вручение премии и медали имени великого математика ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского состоялось канадскому математику Даниэлю Уайсу по решению международного научного жюри. Вручение прошло в цикле мероприятий 215-летнего юбилея университета. 1 декабря исполнилось 227 лет со дня рождения гениального русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Основоположник нефклидовой геометрии. Имел Лобачевского неразрывно связанный с Казанью. Здесь он учился, преподавал, был деканом и ректором Казанского императорского университета. Его открытие стало поворотом в развитие геометрии, математической логики и мышления в XIX веке. Новая геометрия нефклидовая геометрия. Открытие, каких немного в мировой науке. Казанский федеральный университет хранит и приумножает величие математика. В 2016 году ученым советом Казанского университета было принято решение связать наступивший год с его именем. Это не только череда научных мероприятий, но и возобновление вручения медалей и премии имени Николая Лобачевского. Инициатива получила поддержку попечительского совета КФУ правительства Республики Татарстан среди общественных организаций и представителей бизнеса. Размер премии составляет 75 тысяч долларов. В стенах Казанского федерального университета прочитали свои лекции 17 авторитетных российских ученых в области математики, физики и астрономии. Состоялось 16 всероссийских и международных конференций. Более тысячи ученых и деятели в сфере образования и науки приняли в них участие. 1 декабря 2017 года в день 225-летия со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского в императорском зале Казанского университета, в создании которого принимал непосредственное участие сам великий математик, ректор и общественный деятель вручили премию медали его имени. Участие в церемонии награждения принял председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, ректор Кафуль Шадгафуров, генеральный директор ОАО «Связь нефтехим» Валерий Сорокин. Обладателем премии стал профессор Калифорнийского университета США Ричард Шейн, автор ряда работ в области теории относительности, которые призвели огромное впечатление на мировое научное сообщество. Иллюстрации этому служат то, что его труды только в 2017 году. Четырежды удостаивались различных математических наград и премии, в том числе премии и медали имени Николая Лобачевского. Я горд и рад находиться сегодня здесь. Мне приятно, с каким теплом меня и мою супругу встречают в Казани. Наследие Лобачевского, безусловно, одно из величайших достижений мировой науки. Сегодня я хочу рассказать о своих исследованиях и о том, как на них повлияли мысли Лобачевского. Этот день ознаменовался не только вручением медалей, но и выковечением памяти ректора Казанского императорского университета. Состоялось открытие музея, посвященного Николаю Ивановичу Лобачевскому. Впервые с такой идеей выступил профессор Казанского университета Петр Алексеевич Широков накануне 150-летия со дня рождения основателя Лобачевского. К вопросу о создании музея вернулись в 1991 году. Но все было безуспешно. Реальные изменения начались после объявления года Лобачевского в Казанском университете в 2017 году. Премия медалями Николая Лобачевского вручается раз в два года. В этом году торжественная церемония приурочена к двум знаменательным событиям. Казанский университет отмечает свое 215-летие. А 1 декабря, в день рождения Николая Лобачевского, альмаматор традиционно отдает дань памяти ученому, внесшему неоценимый вклад в развитие мировой науки и образования. Лауреатом премии в 2019 году стал канадский математик, профессор университета Могила Монреаль Тенниел Вайс. Он был удостоен награды за доказательства знаменитой гипотезы Хакена. Рад тем, что я здесь и то, что мое имя ассоциируется здесь с замечательным именем Николая Лобачевского, с университетом, с этим фантастическим университетом в России. Большое-большое спасибо за это. Участие в церемонии награждения принял премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин, ректор Кафуль Шадгафуров и генеральный директор ООО «Связь нефтехим» Валерий Сорокин. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Благодаря деятельности многих поколений и ученых, республика Татарстан сегодня является мощным центром компьютерных и математических наук. Только в Казанском федеральном университете есть три института, специализирующихся на этой тематике. Кроме того, в структуре университета действует IT-лицей, одна из лучших общеобразовательных школ Российской Федерации. В этом году ученым советом КФУ было принято решение присуждать премию не только исследователям в области геометрии, но и во всех сферах фундаментальной и прикладной математики. Для проведения конкурса было сформировано международное жюри, в состав которого вошли 17 выдающихся ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии, представляющих разные области математического знания. Заявки на участие в конкурсе принимались с января по июнь текущего года, всего их было более 20. География претендентов на премию включала в себя ряд стран США, Канаду, Германию, Чехию, Японию, Казахстан, Украину, Россию. После тщательного изучения заявок до конкурса было допущено 12 номинантов. Основная конкуренция шла между шестью номинантами – украинским математиком Юрием Аминовым, российскими математиками в лице Сергея Иванова, Владимира Лемесленникова и Джана Сабитова японского математика Синьити Мотидзуки и лауреатом премии канадским математиком Даниэлем Вайсом. Работа Даниэла Вайса, а также разработанные методы составляет наиболее значительный вклад в геометрии Ловачевского и теории геометрических круг за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной. Деятельность Николая Ловачевского не ограничивалась только математикой. Он занимался структурной и кадровой организацией, строительством учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий, поддержанием и научным сопровождением библиотеки и минералогической коллекции. Участвовал в создании Казанского вестника, а затем по его инициативе начали выпускать ученые записки Казанского университета. Научный журнал, который университет продолжает выпускать и по сей день. Кроме того, его стараниями были организованы астрономическая обсерватория и большой физический кабинет. Впервые международную премию имени Ловачевского учредило Казанское физико-математическое общество в 1895 году. Ее регулярно вручали до 1912 года, после чего традиция в силу объективных причин была нарушена. В 1947 году постановлением Совета министров СССР Николая Ивановича Ловачевского было передано введение Академии наук СССР. В ознаменовании 200-летия со дня рождения Николая Ловачевского постановлением Кабинета министров от 18 июня 1991 года номером 380 была учреждена медаль имени Ловачевского, присуждаемая ученым Советом Казанского университета. Было вручено 4 медали за 3 церемонии. В 2016 году ученым Советом КФУ было принято решение присуждать премию и медаль Николая Ивановича Ловачевского раз в два года. Математика была и будет, я думаю, в дальнейшем краеугольным камнем классического образования, а медаль и премия Ловачевского является нашей данью памяти и уважения к человеку, который заложил его основы в нашем Казанском университете. На этом торжественная церемония не была окончена. Зрители ждали два приятных сюрприза. Детский театр «Радуга» представил спектакль «Россия мне раскрылась в тебе Казанский университет», посвященный 215-летию вуза. Торжественная церемония завершилась демонстрацией фильма пространства Ловачевского, созданного международным творческим коллективом при поддержке попечителей университета. Фильм включен в программу Венецианского биеннале и Московского международного фестиваля. На днях в стенах нашего университета состоялось большое торжественное мероприятие. Произошло вручение и медали, и премии имени Николая Ловачевского. Эти награды вручались ректорам нашего университета Ильшатом Гафуровым и премьер-министром республики Татарстан Алексеем Писошимым. Лауреатом стал канадский ученый профессор из университета Могила, что находится в канадском городе Монреаль. Его зовут Дэниел Вайс. И лауреатом он стал за то, что его работы фундаментально помогли продвинуться в разрешении так называемой теоремы Хагена, которая является одной из, вернее, одним из самых ключевых столпов в области математической топологии. Сам размер денежной премии достаточно весом это 75 тысяч американских долларов. Хочется поздравить канадского ученого Дэниела Вайса с такой великолепной работой и пожелать, чтобы данная премия и медаль продолжали жить в стенах нашего университета и вручаться действительно достойным великолепным ученым. Форум Астрономия и Мировое наследие прошел в Казани 3 декабря. Здесь обсуждались вопросы включения список ЮНЕСКО обсерватории Казанского федерального университета. Модераторами пленарного заседания конференции «Историко-культурное и научное наследие астрономической обсерватории» выступили государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймеев и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Со 2 по 7 декабря в Казани состоялась Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное и научное наследие астрономических обсерваторий» формирования выдающейся универсальной ценности объектов, проходящей в рамках формы астрономии мирового наследия. В ее рамках впервые предметы рассмотрели комплексы обсерватории Казанского университета. Новые инициативы сложившегося в республике коллектива ученых, работавших ранее над включением список всемирного наследия иных татарстанских памятников. Казань, Татарстан наработал очень хороший плодотворный результативный опыт включения объектов всемирного культурного наследия. За период более 20 лет три объекта это Казанский Кремль, Болгаро и Свиярск. Астрономическое человеческой цивилизации и мировой культуры, исторически связанным со стремлением человека к познанию мира, природы и Вселенной. Астрономические наблюдения были неотъемлемой частью формирования научных знаний всех цивилизаций. Начиная с зарождения человечества, люди обращали свой взор к невосводу, пытаясь найти ответ на самые насущные вопросы. Наша республика обладает огромным потенциалом в изучении и популяризации объекта природного исторического и культурного наследия Российской Федерации, расположенных на нашей территории. Об этом свидетельствуют результаты системной и последовательной работы научного сообщества Татарстана, органов государственной власти и управления наших предприятий, общественных организаций всего населения республики. Для начала этой работы и все основания Казанский университет является единственным российским высшим учебным заведением, в уставе которого в момент его основания уже было определено создание астрономической кафедры. Она начала свою работу 2 февраля 1810 года, а уже 11 ноября 1814 года в структуре университета заработала временная обсерватория. Эта дата считается днем рождения Казанской астрономической школы, история которой таким образом насчитывает 205 лет. При этом комплекс постоянных астрономических обсерваторий городской астрономической обсерватории Казанского университета и астрономической обсерватории имени Энгельгарда находятся в отличном состоянии. крайне редко можно встретить в мире. Наша обсерватория и загородные наши как раз удовлетворяют этому. Это и культурное заведение очень хорошей архитектуры. Об этом я говорить буду сегодня. Дальше образовательный центр большой и научный центр большой. И вот это объединение позволяет нашей обсерватории иметь высокие шансы включиться в систему под охрану ЮНЕСКО. Ректор КФУЛШ от Гафуров обратил внимание присутствующих на тот факт, что сегодня в составе университета имеется также телескоп РТТ-150 расположенный в Турции близ города Анталья, северокавказская астрономическая станция в Карачаево Черкесии и находящийся на той же территории современный уникальный телескоп мини-мега Тортора. Последний предназначен для наблюдения быстро протекающих процессов на небесной сфере в автоматическом режиме. Знаете, чрезвычайно важным для выработки современного решения по потенциалу астрономических обсерваторий Казанского университета как объекта для включения в число мирового культурного наследия. Кроме того, в университете последовательно реализуются планы по созданию и развитию Центра космических исследований и технологий, а также научно-просветительского комплекса «Астропарк» современным планетарием Казанского университета названного Согласия дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова его именем. Эти факты ярко свидетельствуют о том, что традиции знаменитой Казанской астрономической школы успешно продолжаются, получая современное наполнение сегодня. Что же касается подготовки упомянутого номинационного досье, в этой области казанские ученые, в числе которых сотрудники Ресурсного центра КФУ «Всемирное культурное наследие» и Академии наук Республики Татарстан работают в непрерывном взаимодействии с ведущими мировыми специалистами в области истории, археологии и реставрации представителями естественных и точных наук. Надо сказать, что прогнозы по включению комплекса астрономических обсерваторий Казанского университета в список ЮНЕСКО самые радужные. Работа предстоит непростая и долгая, однако шансы на успехи велики. Мы берем в пример Казанскую обсерваторию, чтобы тоже получить номинацию от ЮНЕСКО. Причина, по которой ЮНЕСКО объединяет все эти места, в первую очередь это вклад в общую историю астрономии. Они следят за тем, насколько хорошо сохранены объекты, как сильно вовлечено правительство в их охрану. И мы считаем, что у Казанской обсерватории большие шансы удовлетворить все эти требования. Во-первых, очень старая обсерватория, даже две, если иметь в виду Энгельгардскую, этого старого купца, который перестал быть купцом и стал ученым. Это очень интересная, кстати, история. вообще. И, кроме того, надо организовать, так сказать, подмогу со всех других стран. Все астрономы должны объединиться для того, что, так что, вам надо иметь, так сказать, связи. Сейчас, когда ценность научных знаний в общественном сознании резко пала, самое время подчеркнуть универсальную ценность для всего мирового развития научных знаний. и здесь мы имеем материальное свидетельство о том, как эта мысль создавалась, развивалась и сейчас стала, по сути, достоянием всего человечества. Я уже говорила, что гораздо проще попасть в список, если сделать общую заявку с другими обсерваториями. Поэтому я предложила обсерваторию Гамбурга в Германии и обсерваторию Ла Плата в Аргентине, потому что у них есть много общих интересов в исследованиях, переход от старой меридианной астрономии 19 века и каталогизирование звезд к современной астрофизике, которая основана на спектроскопии, фотометрии, астрофотографии и так далее. Это стандарт сегодняшнего времени. Всего лишь одна обсерватория в полном объеме включена. Совсем недавно это произошло в этом году только. А на самом деле те места силы, места культуры, места науки, которыми являются астрономические обсерватории, астрономические центры, они должны быть, конечно, внесены в список наследия, потому что это действительно те важнейшие элементы нашей цивилизации, нашей культуры, которые мы имеем. Мировые эксперты считают, что пути включения в список ЮНЕСКО могут быть самыми разными. Можно создать небольшую трансляционную группу обсерваторий и подавать совместное намиционное досье. Партнерами Казани в этом случае могут выступить обсерватории России, Германии, Аргентины, Турции, Испании, Мексики. По принципу сходства используемая инструментария, а также наличие филиалов в дочерних обсерваториях в других странах. Пока же по итогам формы астрономии мирового наследия была принята резолюция, которая для знакомления с инициативой будет направлена в Министерство иностранных дел России и Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Товарищеский хоккейный матч в честь юбилея Казанского университета прошел между командами Казанского федерального университета и Акбарсбанка. Команды Казанский, Юлбарс и Гагарин схлестнулись на льду не на шутку. Смотрите наш репортаж. Мы уже привыкли к тому, что студенческий спорт в России всегда разительно отличался по зрелищности и массовости от студенческого спорта, скажем, в Северной Америке. Там это действительно шоу, там любительский студенческий спорт, это именно то, что объединяет и формально, и неформально студентов североамериканских университетов. У нас в этом смысле среди студентов гораздо популярнее КВН, нежели баскетбол или футбол. Тем не менее, Министерство науки и высшего образования России, руководство университетов страны прилагали и прилагать немало усилия для развития массового студенческого спорта. В этом смысле Казанский федеральный университет с момента объединения семи вузов из Казани, Набережных Челнов и Елабуги взял весьма высокую планку. В 2011 году Ильшат Гафуров был инициатором проведения первого фестиваля спорта федеральных университетов, который состоялся на базе Казанского университета и собрал команды восьми федеральных университетов, более 500 участников. После распада Советского Союза это был первый такой масштабный проект в области студенческого спорта. Впоследствии проведение таких студенческих фестивалей стало хорошей ежегодной традицией для всех федеральных университетов страны. Товарищеский матч между командой студентов Казанского федерального университета и командой Акбарсбанка физической культуры, спорта и туризма, любезно предоставила для проведения матча Ледовый дворец Зеланд. На льду встретились команда Казанского федерального университета Казанский Юлбарса и команда Акбарсбанка Гагарин. Открыли товарищеский матч ректор университета Ильшат Гафуров и председатель правления ПАО Акбарсбанк Зуфар Гараев. Предлагаю вашему вниманию фрагменты прямой трансляции матча студенческого телеканала Универ ТВ Казанского федерального университета от 5 декабря 2019 года в рамках празднования 215-летнего юбилея Казанского федерального университета. Спорт помог нам как университету сформировать нашу общую культуру, корпоративную культуру университета, поскольку наравне с образованием, с исследовательскими проектами, воспитательную работу, физкультурную, спортивную работу мы считаем тоже как одну из основных. Мы реализуем много программ, но вот на льду встречаемся сегодня с нашими друзьями с командой Банка Акбарс. Называется эта команда именем нашего великого гражданина, первого космонавта Гагарин, ну а наша команда Юлбарс это как тигры в дороге. Дай бог вам всем удачи и состязаться только в спорте и на этих прекрасных площадках. Умышлар ССГ, с праздником! Студенческий гимн прозвучал и сейчас будет символическое взбрасывание. Волны не нарастает, я скажу, Даниил, да? Что-то прям вот как-то не знаю, что сейчас будет, но что-то будет великая игра какая-то. Мы сейчас готовимся к этому, потому что самое время потихонечку начинать. Капитаны команд производят символическое взбрасывание, которое производит ректор Казанского федерального университета. Ну все, состоялось, да? Сейчас уже начнется игра. Сейчас будем, будем играть, будет хорошая, я надеюсь, игра и мы верим в победу наших команд. Ну и давайте начнем. Судьи здесь. Первое взбрасывание выиграла команда Гагарина. Ух, как сейчас клюшками-то мы вверх пошли, опасно, а? Первый гол! Есть! Юлбарсы забивает первый гол! Хорошая такая комбинационная атака и за ворот выехал и... Не смог Нариман Волков, конечно, поймать шайбу. Есть! Открыли счет и... И по-моему это был... Кто забил? Давайте узнаем. 15-й номер, как мне показалось. В КФУ все очень круто со спортом и в первую очередь делается это для студентов и не только тех, которые играют там на площадке для нашей сборной, а в первую очередь для тех, кто придет на трибуну посмотреть крутой хоккей, отпраздновать 215 лет КФУ и в принципе кайфануть. Ну и Камиль Сафиан, 73-й номер, это нападающий командой Гагарин, тут в игре и пытаются, пытаются, конечно, отыграться. Так, сейчас, ага. Синяя линия набрасывала. Но нет, нет, нет. Это гол! Это гол за что-то. Дальний... Это гол! Ровно две минуты до конца третьего периода, пока не будем говорить до конца матча. Пока до конца третьего периода. Вот тебе и раз! Вот и раз! Вот и вот и вот! Я даже не успел... Ай-яй! Не успел с этой шайбой. С острого угла мне показалось, что бросал 21-й номер, это Мусин Эдуард. По крайней мере, его поздравляют. Вот тебе и Мусин! Везде успел. Он в защите от Романта. Сам сын подыграл, сам забил. Сам сын подыграл, сам забил. 4-2, ёлбарцы! Матч, несмотря на свой товарищеский характер, получился весьма интересным и обильным на голы. Зрители явно не скучали. Студенты хоккейной команды «Казанские юлбарцы» преподнесли к юбилею «Альма-Матер» несомненно запоминающийся и зрелищный подарок, фактически подтверждая впечатляющую динамику развития студенческого спорта в Казанском федеральном университете. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст», ввел программу Ильдар Каримов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова